Всем привет! Вы на канале Клауд Сити. Меня зовут Вадим. И сегодня мы продолжаем чтение романа Светланы Червиченко «Путь домой». Ее второй части «Сила». Итак, мы продолжаем чтение романа Светланы Червиченко «Путь домой». Филиппу это нравилось. Его никто не трогал, он помогал местным, обрабатывал землю и чинил то там, то тут что-то в домах. Он сдружился с Бергом, его ребятнёй и очень много времени проводил с ними. Им удалось починить рыболовные сети. Берг показал небольшое озеро на другой стороне реки, где они и поставили ловушки для рыбы. Проверять ходили через день. С мальчишками, Фэмом, Мэрком, Береком и сыном Берга. Девчонок они не брали. Не бабское это дело в воде, ноги до юбки мочить, да по лесам мотаться. Им надо дом держать в чистоте и порядке, приготовить то, что добудут мужики. Филиппу всё больше и больше нравилось это место и люди, с которыми он проводил большую часть времени. Он даже начал присматривать себе заброшенный дом, без хозяев, чтобы купить его. Правда, не было известно у кого, или занять его как новый хозяин. Ему было так тяжко возвращаться к своим, что несколько ночей он ночевал в телеге, стоящей возле сарая. Питался он тоже с местными. Они никого не гнали за стола, тем более он хорошо работал, помогал им и был очень полезен и нужен. Да и как может быть по-другому? В их деревне из мужиков то остался-то лишь один, это Берк. А остальные так, пацаны ещё голопопые. Самые старшие и провористы были Фэм и Мэрк. Берек, помлачен на пару лет. Его ровесник Кацера, сын Винта и самый малый Витгла. Мальчишка лет пяти, брат Кацера. Вот и весь мужской люд этой деревни. Этот небольшой отряд гордо уходил из деревни за рыбой. Даже самый маленький Витгла умудрялся не отставать от них. Порой он даже шёл впереди, забегая на несколько шагов дальше всех. Воды он тоже не боялся. Да и чего её было бояться? Река была ровной, неглубокая, местами узкая. Вот по таким речным тропам они и проходили. Улов всегда был разным. Иногда они тащили много рыбы, щука, морской таймень, лосось, окунь. Боги их баловали, подкидывая все эти ловушки, хороший лов. Селяне стали забывать про голод. Жизнь потихоньку возвращалась на круги своя. И пусть эта еда была однообразной, изгодной, но всё же она была. А после холодной, голодной зимы лето казалось сытным, жарким и удачливым. Лесной лук и чеснок, крапива и травы придавали пище немного цвета и радости. Оленье молоко придавало силы, а найденные яйца давали удачу. А надежда сохранить урожай пшеницы, яичменя, вырастить хоть немного картошки и кукурузы теплилось в каждом сердце. Они много трудились, заготавливали хворост и дрова, следили за тем, чтобы редкие птицы не поклевали урожай, ставили ловушки на них, и тех, кто попадался, ждала не очень радужная судьба. Они были не певчими в клетке, а ужином на столе. Ах, какой получался душистый бульон! Травки, немного муки в суп, несколько перемешек картофелем, заправленное оленьем молоком для цвета и вкуса, давали возможность спать спокойно, без уручания в животе и открытых голодных глаз. Спорить, просить чего-то другого, сытного и красивого, вкусного, ароматного и душистого, капризничать за столом, отодвигая тарелку, ни одному селянину не приходило в голову. Те, кто пережил голод, очень трепетно относятся к еде, собирая все крошки, доедая до сёда последней капли в миске. Для них главное насытить животы, так, чтобы были силы двигаться и жить, а не наслаждение. Оставшиеся женщины тоже были не промах, подстать мужикам, пережить, выжить и сохранить то, что имели было подвигом, умение распределять, экономить, мягко сглаживать звериные инстинкты, которые просыпаются в человеке в тяжелые минуты и выводить их из уныния, тоски, возвращая стимулы, ну, чтобы дальше жить. Это доступно лишь сильным женщинам. И этих сильных, пусть и измотанных, рано состарившихся женщин осталось в деревне тоже немного. В этой и ее дочери, самая старшая, Фрея, помощница матери, молчаливая, тихая, гордая и спокойная, она всегда знала, что и где происходит, наблюдала за всеми событиями и делала правильные выводы. Она не поддавалась на эмоции и первичные спонтанные желания, она всегда все взвешивала и лишь потом выдавала свое мнение. Фрея была похожа на мать, так же красива, стройна и умна. В ней чувствовалась сила, которая была подвластна не каждому мужчине. Ее давно уже можно было выдать замуж, но сначала она сопротивлялась, не находя себе достойной пары, а потом было не из кого ее выбирать. Мать и отец не настаивали на ее замужество, давая ей право выбрать свое счастье самой. Да и куда торопиться, лет ей было еще около двадцати. Как говорил отец, выбери сама, тебе с ним жить, и это твое счастье. Фрея не роптала на жизнь. Сейчас на ней был дом, больная сестра и два сорванца, которые вечно что-то творили, создавая шум и неприятности. После появления в их доме Мария, которой они в своем селе стали звать Свия, хлопот добавилась. Свия была слишком мала, ей шел третий годок. Она плохо разговаривала, но отогревшей семье Вейте стала шустра, непоседлива и всегда норовила убежать за мальчишками. Но со временем она так сильно привязалась к Фреи, что стала звать ее мамой, перестала убегать и всегда крутилась рядом с ней. Так у Фреи появилась дочь. Дальняя вторая дочь Вейте была хворой. Она с рождения не отличалась крепким здоровьем, часто болела, редко выходила из дома и с большим трудом выполняла работу по хозяйству. И не потому что ленилась, а потому что силы покидали ее, и она могла упасть там, где хворь ее заставала. Вот так и решено было и в их семье. Дагни за пределы двора не выпускать, тяжелую работу не давать. Она больше лежала, читала редкие домашние книги, которые достались им в наследство от семи Вейты. Когда были живы родители Вейты, они часто забирали ее к себе, чтобы побаловать. Бабушка садила ее на перину, на печь и поела густым молоком с медом и луком, натирала ее какими-то мазями, убаюкивал, напевая странные песни. А дед позволял ей много. Он доставал из своих сундуков пару книг, сначала читал их сам, а потом позволял Дагни дотронуться до них. Так она и научилась читать по четким руководствам деда. Еще ей нравилось, когда бабушка варила мясо, разное мясо, много, в одной кастрюле, с копытами, головой, костями. Бульон получался наваристый, густой и вязкий. Они садились всей семьей с дедами, родителями, начинали его разбирать, отделяя кости, кожу и мясо. Можно было обсасывать косточки, вытягивая их из них жилки. По рукам бежал сок, лицо отливало теплым жиром, но это было так вкусно и приятно. Данге вспомнила это чувство снова лишь тогда, когда Ганс принес в их дом большую тушь оленя, и мамка наварила кости и мясо. Они все, все, кто остался в деревне, наслаждались забытым чувством сытости. Данге было 14 отроду, она входила в возраст девушки, и румянец начинал появляться на ее лице. Но хворь не давали ей раскрыться полностью, и глядя на нее, можно было подумать, что ей нет еще и десяти годков. Еще в деревне жила Береника, дочь Берга. Ей было почти так же, как и Данге. Она часто играли вместе в детстве, а сейчас это было реже. Береника много работала по хозяйству. Жила, сушила подушки, одеяло, используя каждый момент жаркого летнего солнца. А так как это приходилось сделать не только в своем доме, то работы было много. Еще она прибирала за оленями, доила их и приносила траву. Олени не выпускали далеко, их держали за домом в Эйте. Селяне оберегали их от чужаков и волков. Еще были Винта, мать Негли, девчонки лет восьми, высокая, стройная, скорее даже тощая. Она не по-детски размышляла и казалась в своем развитии уже очень взрослой. Ее не надо было уговаривать давать работу на день. Она сама четко все выполняла, всегда была занята и очень практична. Вот и весь народ этой когда-то большой богатой деревни. Один мужик да три взрослые бабы с большим количеством детей. Все, что осталось от былого величия. Филипп быстро раздружился с ними. Он не хитрил, был открыт и всегда с радостью и улыбкой помогал во всех делах. А еще ему очень нравилась Фрея. И даже то, что у нее был ребенок, его не смущало. Он садился за стол рядом с ней и старался поделиться своей лепешкой или едой с ней и с Вией. С каждым днем он все больше и больше благодарил Ивана за то, что тот открыл ему глаза на это место. Гансу за то, что позвал его на заработки, Карлу за то, что терпел его и не прогнал. И Эльзе за то, что она вывела их в эту деревню. Ночью он просил богов оставить его жить в этом месте, чтобы местные отдали ему какой-нибудь дом, ну пусть даже заваленный, хлипкий. Он его починит, отстроит заново, разведет хозяйство и счастливо живет в нем с Фреей и с Вией. Дорожает еще сновей и, возможно, дочку. Он представлял, как они будут жить дружно. Она заниматься домом и готовить ему вкусный ужин, собирать нехитрые завтраки, обед, когда он будет уходить в поле или на ферму, в город, на рынок. Он представлял, как будет привозить им подарки, детям сладости, оживление новой ткани и сапожки. Он представлял, как они проживут много-много лет, станут старыми и в их доме появится много внуков, в которых он будет рассказывать сказки о том, как скитался в поисках девушки по лесам, а нашел свое счастье. Он точно знал, что не покинет это место, место, которое он выбрал для своего дома. Вот только как сказать об этом остальным. Вейта сразу заметила, что этот неслаженный рыжий крепкий парень присматривается к Фрею. Он может стать хорошим мужем, добрым, хозяйственным и надежным, — сказал на дочери как-то вечером. — Подумай, не век же в детском горевать. Он заботится будет о тебе и дом поддержит. Подумай, дочь, решение принимать тебе самой. Жить-то тебе дальше тоже самой. Фрея молчала, но слушала и тихонько присматривалась к Филиппу. Как же ему сказать-то, что она не против? Прошла неделя, но они и так и не покинули это место. Иван пропадал, Филипп был занят, ему время от времени помогал Ганс. И то, от делать нечего, а не желание снова стать крестьянином. Он мечтал вернуться домой в дом своих родителей, к своей семье. Он не мечтал о фермах, лавках, богатстве. Он хотел отстроить каменный дом, поставить мельницу, нанять работников и наслаждаться спокойствием, тихой мирской жизнью. Он хотел помочь сестре и ее семье купить небольшой участок земли и дать деньжат на первое время, чтобы они открыли прачечную или швейную. Он был приземленным, без лишних стремлений, не любил вражды, но и кинуться защищать кого-то просто так, за справедливость, он тоже не стал бы. Он слушался Карла, не лез в дрязги с лансом, не обращал внимания на Ивана. Он просто был в нужном месте, в нужное время, получая за это хороший гонорар. Своё истинное призвание, истинные способности, умения и опыт он не раскрывал, а знал многое, был отличным следопытом, умел видеть многое, отделять ложь от правды и находить нужных людей, связи. Он был отличный организатор и его способность простраивать события и действия были незаменимы для всей группы. Тихий, тонкий и спокойный Ганс беспокоился сейчас лишь об одном, о своем племяннике Филиппе. Ну, вот что я скажу сестре, если он останется в этой забытой богами деревне. Карл, по большей части, отдыхал лишь редкими моментами. Утром он уходил по дворам и рубил дрова, складывал их ровными рядами и собирал щепки. Ему нравилось размахивать топором и со всей силой мощь ударять по дереву. Остальное время он валялся на траве, купался в реке или сидел в бочке с горячего водой, размокая в ней и наслаждаясь свободой. Именно свободой. Той самой свободой, которая давалась так редко и не всем в этом мире. Именно той свободой, которая не требовала убийств, не требовала предательств, не требовала лжи и мерзости человеческого существования. Именно той свободы, в которой не было тех, кто гнал его как зверя, подгоняя ради своей выгоды. Именно той, в которой он был сам по себе, а не чей-то слуга, цепной пес. Именно той свободы, в которой никому ничего не был должен. Свобода. Свобода. Он наслаждался свободой. Как долго она будет длиться, он не знал. Он просто доверился Ивану, уступил право принимать решение и не торопил время. Тяжелее всех было Ланцу. Он почернел от гнева и злости. Сначала он пробовал следить за Иваном, спал ночами, и как только Иван ходил утром из дома, тихонько выскакивал за ним следом. Но ни разу за неделю ему не удалось выследить его. Он ходил по деревне в поисках своего рога, заглядывая во все строения, колодцы, компостные ямы. Казалось, он обошел все вокруг на несколько раз, не успокаиваясь в своих поисках. Гонимый гневом и местью, он не уставал, мало ел, стал подозрителем, раздражителем и не сдержанно грубым. Поначалу он пытался зло шутить над Филиппом, но, поняв, что тут не реагирует на него, не вступает в конфликт и не напрашивается на драку, отстал от него. Время-то время потунила над ним. Ганс не давал ему спуску. Однажды он кинул Ланцу спину в нож, который пролетел возле его головы и воткнулся в дерево. «Держись от меня подальше», — сказал Ланцу, — «в следующий раз, и я не промахнусь». Ланц хотел было кинуться на недруга, но топор в руках Ганса, уверенный взгляд и готовность к стычке остудили его пыл. Ланц понял, что Ганс его не боится, а значит, не уступит ему в драке. Ланц не ходил на охоту или рыбалку, он лазил по домам, как гиена, как варвар, находя у них ценные вещи и притаскивая их в сарай. Он прятал там награбленное в надежде, что в скором времени они покинут это место, и он вывезет все награбленное. Не гнушался ничем, даже женскими трусами, мужскими подштанниками и рубахами. Он складывался в одном месте, перебирая каждый день все по нескольку раз, выкидывая бежать на то, что считал потом ненужным. Он не относил их в те дома, откуда это все вытащил, украл, он просто бросал все на землю с ненавистью, втапывая все в грязь. Карл не мешал ему, он делал вид, что не замечал. Ганс тоже, а вот Филипп не мог такого терпеть. И на седьмой день их проживания в деревне скандал созрел. — Ты варвар! — сказал он ему тихо, но уверенно с пренебрежением Филипп. — Люди пустили нас в дом, дали кров, а ты гадишь в том месте, где живешь. Если так пойдет дальше, нас выгонят из деревни. — Хм, да кто нас выгонят? Эти тощи бабы с детьми? Или ты им поможешь? — наступал он на Филиппа, держа в руке нож. — Может, и я, — тихо ответил Филипп и не сдвинулся, не найдем от Ланса. — Ты думаешь, я тебя боюсь? — резко спросил он. — Ты думаешь, что тут самый важный, сильный, умный? Сделал он шаг навстречу Лансу. — Может, — ответил тот, но боковым зрением видел Карла его сжатый кулак, отступил, хлопнув дверью и вышел на улицу. — Оставь его, — крикнул Карл. — Не нарвайся на неприятности, парень. Ланс сильнее тебя и хитрее. Он не упустит момент и воткнет тебе нож в спину. Бойся его. — Хм, так зачем ты взял такого с собой? — повернулся он Карлу. — Ну, он хороший охотник, выносливый, злой, безжалостный, охотник на деньги и за них готов выполнить любую работу, даже грязную. — А ты не такой. С такими, как ты, я бы еще в первый год сгинул в болотах. В таких работах, как наша, Карл стал, нужна не бабская мягкость, а умение выживать в любых условиях. Карл оглядел комнату, посмотрел на пустой стол и вышел вслед за Ланса. — Чего тебе не сидится-то тихо? — ворчал Ганс. — Не зли его. Нам надо еще выбраться из этих мест, и неизвестно, сколько придется прошагать миль, пока найдем эту девчонку. Или ты решил остаться? — обратился он к племяннику. Филипп опустил глаза и затих. — Я думаю над этим, но у меня есть сомнения. — Какие? Ну, примут ли они меня к себе? Он немного задумался, ощущая холодок на спине и продолжил. — А еще я боюсь того места, ну, помнишь, Ланс рассказывал, про кладбище. — Так ты не ходи туда, да и все, — спокойно ответил Ганс. — Точно? — загорели счастьем глаза Филиппа. — Ну, что мне сказать твоей матери? — так же спокойно спросил Ганс. — Ты ведь не вернешься, я прав? — Я думаю еще, — так же спокойно ответил Филипп. — А матери? Матери скажи, что я сам выбрал это место, нашел свою судьбу и дом. Скажи ей, что я люблю ее и буду ждать гостей, а может и насовсем. Поструй ей дом рядом, буду помогать ей, — начал размышлять Филипп. — А, так вот ты чего задумал, — чуть слышно сказал Иван. — Как ты тихо входишь и уходишь, — удивлялся ему Филипп. — Да, Иван, мне нравится это место, но я не знаю еще точно, присматриваюсь, привыкая потихоньку к нему. Если мы не покинем его в ближайшее время, я останусь тут навсегда. Женюсь на Фрея, если она согласится. — А если не согласится? — уточнил Иван. — Филипп не мог представить такой расклад. Он в своей голове уже нарисовал счастливую картину его будущей самостоятельной жизни. — Ну, — тянул он слова, — ну, тогда я или покину это место, или привезу жену из другого города или деревни. Иван тяжело вздохнул, вытащил из мешка глухаря. — Женись, — повернулся он к Филиппу. — Может, хоть кто-то из нас станет счастливым и обретет свой дом. Ганс был не согласен. — А почему только он? А мы что? — Не найдем свой дом и не вернемся к своим семьям. Так и будем рыскать по далям и чужбинам. Если так, то я ухожу один, и мне не надо больше оплаты. Поживу и так. Есть немного сбережений. Иван не отвечал Гансу, лишь мимоходом сказал. — Надо общипать птицу. Есть хочется. Я на реку искупаться. А вы за хозяек. Бросил он свои вещи у порога и вышел. — Хозяек! — бурчал Ганс. — Что он на нас думает? Мы что ему, бабы? — Так он же поймал, — поправил Филипп. — Он нас кормит всю эту неделю. Приносит мясо, рыбу, теперь вот глухаря. Мы все сыты с ним. Зачем спорить? Я сам приготовлю. — Жаль, нет, вина. Было бы очень вкусно. — Подкинь травишек, — указал он Гансу. Филипп взял птицу и пошел во двор. Ну вот, дорогие мои, на сегодня мы заканчиваем. Это было продолжение романа Светланы Червиченко «Путь домой». Ее второй части, называющаяся «Сила». Всем огромное спасибо. Подписчикам отдельно. Но кто еще не подписался, подписывайтесь. Ставьте лайк. Комментарий. Я жду от вас комментарий. Ну и жмите на колокольчик, чтобы вы были всегда в курсе того, что происходит у меня на канале. Еще раз всем огромное спасибо и пока.